И на самом деле все традиционные церкви выработали свои ритуальные законы. И, как это не ужасно, мы об этом тоже говорили, дошло до того, что в церквах во многих ритуальная часть и абстрактно догматическая часть стала важнее. Нравственной, то есть тех заповедей, той жизни, которая связана с жизнью других людей. И первоочередно духовной, то есть заповеди любви к Богу и личных глубоких отношений. Вы помните причины раскола в русском православии? Помните, да? А основные причины вы не помните? О, насчет субботы я сильно сомневаюсь. Может, какие-то из них. Трое перстей и двуперстей. Потому что древнее благочестие, так называемое, российское, предполагало двуперстное знамение. Практически как в католичестве, по-моему. А было введено новое, трех перстов. Затем вместо су-губой аллилуйи, то есть двойной аллилуйи, вводилось три губая. То есть три раза повторялось аллилуйя. И дам еще некоторые такие вещи. И это было связано с исправлением богослужебных книг. И это родило грандиозный раскол в церкви с десятками тысяч мучеников. Вы понимаете, да? Если бы мессианская новозаветняя теология не была оставлена в традиционной церкви, такое было бы просто невозможно. Просто бы невозможно. Потому что какие-то внешние постановления, связанные с литургией, ритуалами, обрядами, одеждой. Если мы читаем Новый Завет, для верующих носили только вспомогательный, очень вспомогательный, временный и местный характер. Не более того. Не более того. Хорошо. Это такой важный момент, который отличает мессианскую новозаветную теологию не только от традиционной иудейской, но и традиционной христианской. Мессианский иудаизм, когда он берет что-то в Новом Завете, он показывает это не просто как нечто отрывочное, но он показывает это в исторической перспективе. Если он берет что-то обновленное, он показывает корни этого обновленного в древнем. он показывает историческое и духовное единство, скажем так, мессианской общины с древней еврейской общиной. Он показывает единство Нового Завета со Старым Заветом и показывает, что Старым может называться только та часть Завета, которая упразднена, а на самом деле Танах не есть старый, Танах навсегда, есть такая же богодухновенная книга, как книги Нового Завета. Он показывает, что история верующих Нового Завета, евреев и неевреев, она неотделима от истории еврейского народа, и она вытекает из нее. Поэтому мы можем сказать, ну так вот, во многих церквах это пока слава Богу. Значит, в той мере, в какой это показывается, церкви держатся этой стороны мессианского иудаизма. Я же не говорю, что полное, абсолютное вообще. Полное, абсолютное это Маркион хотел устроить. Отрезать вообще. Ветхий Завет отрезать Танах полностью и даже Новый Завет обкорнать. По возможности оставить только послание апостола Павла. Такой был радикал. И вот понятно, что есть правильные, скажем, правильные положения, связанные с мессианским иудаизмом, современной христианской теологией, историей, вернее, историографией и так далее. В других этих церковных науках, о которых мы вначале говорили. Так, я сейчас сказал что-то, что может послужить подсказкой кому-то. Я упомянул церковные науки. Ну, может быть, кто-то вспомнит, о чем мы говорили. Да? Философия. То есть, мессианский иудаизм – это не философия. Правда, да? Это живое вероучение. Живое вероучение. Живая вера. Построенная всецело на живом Божьем Слове. А еще вот... Да, ну, всегда, действительно, мы видим, что Бог искал тех, которые захотят быть Его избранными, которые захотят принять великое благословение и премия Его избранничества. Да, помните, мы говорили о том, что Господь избрал Авраама, Исхака и Якова. С каждым из них Он как бы заново заключал этот завет, обновляя его. Каждый из них должен был сделать выбор. И эти благословения завета распространяются на всех, которые захотят войти в завет Бога с патриархом. И возвращение народа к Богу не значит просто создание отдельной веры, отдельной религии. Но это восхождение к тому первоначальному завету по-новому. Это восстановление полноте завета с Авраамом, Исхаком и Яковом по-новому. Переворот-то, пришедший, произошел в одно из главных направлений обучения. И обучение элитарным превратилось в очень демократическое. И мало того, это не значило, что те, кто раньше считался наиболее подготовленным к обучению, те, кто раньше считался предпочтительными учениками, они потеряли свои шансы. Нет, у них были такие же возможности. Просто по своему социальному, экономическому положению, религиозному статусу, у них было меньше причин стремиться войти в новый завет Бога с Израилем. им хватало старого. Им нравилось то, в чем они находились, потому что это то, в чем они находились, то старое давало им прочность и в социальном, и в экономическом, и в религиозном, и в других отношениях. А новое обозначало, что все основания старой жизни считаются близки к разрушению, и только Бог может установить новое. то есть на самом деле Господь показал, что именно те, которые отвержены человеком, наиболее близки. Не потому, что он меньше любит неотверженно, но потому, что отверженные действительно жаждут его любви. Я подчеркиваю снова и снова это. Я хочу вам сказать, в первый же год нашей общины я понял, что еврейская мессианская община, которая нацелена на самый отверженный из всех народов, тот народ, который был как бы наиболее превознесенным, но потом, когда в большинстве своем отверг Бога, то среди народов он стал наиболее отверженным. Ни один народ не прошел такой страшный опыт отверженности всех видов во всех областях человеческой жизни, как и в власти. И это в точности соответствует предупреждению Моисея. В точности соответствует предупреждению Моисея. И служение еврейскому народу это служение наиболее отверженное. не только в национально-религиозном плане, но и вообще. Я понял, что если мы хотим быть успешными в отношении евреев, мы должны фокусироваться также на отверженных социальных, отверженных экономических, тех, в самом низу общества. И мы начали думать о бедных, мы начали думать о наркоманах. И несмотря на то, что не всегда мы достаточно внимания уделяли, я думаю, сейчас мы уделяемся больше и больше. последние полтора-два года у нас появились центры, которых раньше не было. Сейчас трех в Киеве и четыре за пределами Киева. И начало служения заключенных, которого раньше не было, о котором я знал с самого начала общины, что я могу начало служение бездомным детям. регулярно ходят в больницы, причем тяжелые, в частности в Чернобыльский госпиталь для детей с болезненными кровью. Не могу сказать, что это для всех легко, многие наши служители просто были потрясены, особенно, знаете, когда вы подружились с семьей мама, ребенок, потому что ребенок все-таки умер. страшный шок. И один из руководителей этого служения у нас просто после смерти одного ребенка он не смог его продолжать. Он взял отпуск и на пару месяцев он как бы выбил своего. В таком он был шоком. Хотя там же чудотворные слезы, там же умирающие дети были восстановлены Богом. Но не все. Сколько практически все дети со смертельными болезнями не учились. То потом когда кто-то умирает это ужасно. И вы знаете, это для меня показывает тяжелые стороны еврейского служения. Потому что еврейское служение это не только конфитюр и не только восторг. Это еще испытание. И это реальная возможность получить капитальную отверженность. Потому что когда ты со всей душой обращаешься к братьям евреям и они тебя посылают. В основном в мягкой форме посылают. И когда над тобой надо смеяться ты сумасшедший ты уверовал в это? И что-то ты не примитивный какой-то жизнь интеллигент жизнь. как ты можешь? Ты беседуешь все время. Нормально беседуешь и вообще рассуждаешь на разное богословство холосовские цены. Потом ты говоришь кстати у нас Бог на прошлой неделе не солил например 80 человек. Говоришь что? Разворачиваются и когда ты только заговариваешь о сверхъестественном планке западает и все. Ты думаешь как же так? Я же сказал ему самое восхитительное что произошло на прошлой неделе а он так и тренировался тяжело никогда не запрошил. Когда приходят люди получают помощь и все и потом просто раз и исчезли. Потому что перестали получать помощь. Ты понимаешь что они приходили только ради помощи. Им не другое. Не просто когда человек за которого ты молился опять-таки за исцеление другу не рад. Чем? любопытно еще одна возможность для отверженности еврейских страдей. У нас некоторые еврейские семьи были из сезоней. Тяжелые всякие формы зависимости и болезни. Помню одного парня. Ну парня. Ему было лет сорок. И его жена приводила сезоней. Почему жена приводила? Потому что сам не сезоней. Ну как сам нам было. Он семь лет не выходил из сезоней. У него была такая тяжелая форма психического заболевания. Он был и хобби и что имел. И жена его приводила. Подводила ко мне после каждого служения. На служении ничего не просто было. Я молился ничего не просто. И это продолжалось неделю 2-ю 4-5-6-7-8-9-10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11. Вот так она была. А Там она перестала. Там меня как-то меня приглашают на один регион и там говорят одного брата большая еврейская группа Как-то хочется сказать, что там одни евреи и она умножилась, сейчас та группа большая и еще эта, и он ведет сейчас и вторую группу, и обе полностью еврейские, то где-то человек там 10, новый человек 8, и они развиваются все. Я приезжаю, мы беседуем с этим руководителем группы, и к концу вечера до меня доходит, что это успешный руководитель еврейских групп, это тот самый, сам нам был, который не говорил, смотрел только вот так, который сам не перемещался. Пусть Бог полностью освободил его волю, разум, душу, исцелил. А по его молитвам от рака исцелилась его сестра, от рака исцелилась его точно. Это подтвержденный каких-то онкологических заболеваний по полной программе. И еще другие вещи. И потом раз, они собираются уезжать в Америку, потому что, конечно, у них приглашения были раньше, но они не могли никуда приехать. И ты понимаешь, что если бы он не настолько был полностью освобожденный из силы, может они бы еще здесь служили? И вся эта семья, которая уже все, большая еврейская, спасенные, из которых уже не только он служил, уже сестра его служила, уже жена начала служить, уже там что-то, ну вот и у всех плоды. И раз, они поднялись, причем как-то быстро даже не поднимают. Знаете, ну, тоже такая специфическая, но это нормально, это нормально. Это даже, вы знаете, способствует развитию любви и доверия к Богу в первую очередь. И ты понимаешь, что ты не можешь в первую очередь любить человека. В первую очередь, ты всегда должен быть Бог. И твое доверие должно быть всегда от него. А когда он даст тебе глубокую и защищенную любовь человека. Если человек не примет твою любовь, или обманет твою любовь, или предаст тебя, или окажется по-другому недостойным твоей любви, и так далее, и так далее, и так далее, ты не будешь выйдут из колеи, тебе будет больно. Там будут приходить какие-то отрицательные эмоции. Но поскольку основание твое не в человеческой любви, а в любви Божией, то ты можешь служить всем и каждому. Не зависимо от того, как все и каждому. Это очень-очень хорошее, воспитывающее средство. Служение отверженных людей, это прекрасность. Оно дает возможность возрастать так, как вы, пожалуй, по-другому возрасту. И еще одно, это невыгодное лицо, если оно воспитывает действительно бескрысную любовь. Хорошо. Значит, смотрите, миссианские теологии в своих основаниях через весь новый живой. Это теология, теология, бескорыстной любви, гарной. Это теология, в которой Богья любовь появилась полной. Полный убег. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас третий зовет? Будет ли у нас третий зовет? А как же Виссариум, если провозгласят третьего зовета себе? Много, много будет тех, которые провозгласят третий зовет и забыли. Многие придут под именем миссии и забыли. Но у нас не будет этих разумов. Ни такого. У нас есть полная Библия, завершенная Богом. И, естественно, раз у нас есть полная Библия, то в ней есть полнота. Полнота Божьего Слова. Естественно, если в ней есть полнота Божьего Слова, то в ней есть полнота Божьего образца. Да? И всякий иной образец, и всякое иное Слово должны входить в эту полноту и раскрывать ее, но никак ей не противоречит. Правильно? О, а значит, тот образец, который у нас есть в Новом Завете, он образец для всех верующих Нового Завета на все времена и любых обстоятельствах во всех народах. Но, друзья, скажите, пожалуйста, а какой же православный, католический, литеранский, евангелистко-харизматический, еврейский, комиссианский? И мы с вами говорили, что даже в отношении общин в России, которые в большинстве состояли из Гаидни, мы даже говорили с вами, что все эти общины так или иначе, по самому характеру жизни, характеру веры, по строю их свяжения Бога, они были и еврейскими, и мессианскими общинами. Итак, значит, для всех христиан и всех действительно считающих Библию абсолютно главной основой своей жизни, еврейский, мессианский образец является основа полагающего. Ага, ага, вот оно так. То есть, так или иначе, все христианские, самые, что ни на есть, не еврейские цели, которые пытались, пытаются и будут пытаться жить по Писанию, не имеют возможности по большому счету сравнивать свои жизни с другими образцами, я имею в виду, эталонными образцами, кроме еврейских, мессианских образцов. Потому что даже в Каримпе не, это еврейские, мессианские образцы. И когда Павел пишет фильм о хлебопреломлении, он пишет в категориях Писания. И не зная особенностей Седера, нельзя понять вообще некоторые важнейшие детали того, что он им пишет. Когда он им дает сравнение Ишуа с Пасхой, говорит о квасном, говорит об опресноках, он совершенно очевидно апеллирует пониманию того очищения, которое производилось перед Касхой. Есть другие моменты. просто явно. То есть, даже самое-самое, что у него есть, нееврейские общины тогда, все равно были еврейскими мессианские. Понимаете, это очень трудно осознать. И даже последняя книга откровеет апокалипсиси. Вы помните? Опять это. Они говорят о себе, что они суд иудеи. А о ком речь идет? Там речь идет о верующих, да? На которые уклонились. И что? Что пишет автор книги? Через него Дух Святой. Дух Святой не говорит. Вот именно, они иудеи, а должны были бы быть христианами. Нет. Он говорит. Брешт. На самом деле, они не иудеи. Они не истинные иудеи. Вы понимаете? То есть, весь Новый Завет, весь Новый Завет, он говорит, что все верующие месси, должны быть истинными иудеями. И жить правильно, мессианскими иудеями. Поэтому, восстановление мессианского иудеи, правильно, Новозаветного Сибири, есть восстановление полной Библии, как основание всей жизни тела месси. И обратно. Восстановление полной Библии, как основание жизни верующих, неминуемо становится восстановлением мессианского иудаизма. Естественно, есть разница. Есть разница между теми общинами, которые, возвращаясь своим еврейским корням, восстанавливая правильное новозаветнее понимание в Ишуа всей Библии, возвращаясь к любви к Израилю, благословляя Божий народ, избавляясь от остатков антисемитских проклятий. тем не менее, в своем служении обращены ко всем людям безразличия. Есть разница между такими церквами и разница между теми, скажем, церквами, которые еще и в своем служении фокусируются в первую очередь на евреи. Именно в этом смысле мы можем назвать еврейские мессианские общины еврейскими мессианскими. еврейские служения в теле мессии мы можем назвать еврейские. Это не значит, что всем остальным должно быть по барабану все еврейское. И только нам интересно. И мы как большевики подпольщики собравшись обсуждаем наши еврейские интересы и боимся, что нагрянут, нагрянет святая инквизиция и выведет нас на чистую воду. Не да. Вся церковь должна быть преображена в этом великом восстановлении. Вся церковь должна быть преображена просто разным фокусом. Разные приоритеты в сфере. Это нормально, что разные приоритеты остаются. хорошо. Дорогие друзья, теперь мне к вам просьба. Пожалуйста, каждый местописание, которое показывает нам связь судьбой народов с судьбой еврейского народа. Пожалуйста, поднимайте руку и зачитывайте. Пожалуйста. 11.16 Римлянам 11.16 перехватило. Выбойщи, Олег, читай. Ну, сухо. На, на, на. Получается, церковь бежит, безошли, военность. А, 11.16 11. А, 11.16 Ибо я не стыжусь по арестованию Христову, потому что она есть сила Божия по спасению всякому верующему, на первую идею, которые есть. Есть. То есть, благовествование согласно евангельскому порядку должно быть направлено к евреям, во-первых. Да. А какая связь с другими народами? Потом и Эллина. Таким образом, благовествование другим народам не только те времена, но и во все времена, согласно евангельскому образу, должно быть увязано с благовествованием евреям. Так или иначе. Так или иначе. Какое-то подтверждение этому месту есть? Какое-то подтверждение этому месту есть? Да. Именно нам в Одессе. Ага. На против славы и чески не всякому делающему доброе. Во-первых, людей, потом и елены. Да. И перед этим? А ты я привожу вот это местописание обычно, когда на разных христианских конференциях или церква говорю. И друзья мои, среди христианских богословов понимание временам 116. Да, это было тогда. Вот в начале, во-первых, тогда. Это было так. А потом все уже. Евреи отверглись все. Что ли там? Доставать Евангелие. И я тогда привожу сразу из второй главы этого же послания. Как вы помните, это не то, что там вторая глава отделена от первого, никаких разделений не было. И я говорю, а скажите, пожалуйста, а здесь, когда закончилось? И здесь явно, что это общий порядок на все времена получается. Вот. А раз так, то естественно, естественно, кому мы прежде всего, даже если бы не было евреи, не были бы, не оставались избранным народом в планах Божьих, которые бы не влияли на судьбы других народов, от которых многое-многое бы не зависело во всем мире и от их спасения, но просто из нормальной любви, сострадания, человеколюбия вообще естественно в первую очередь благовествовать тем, которые не приняв благовестия оказываются в худшем положении, чем остальные. Правда? А приняв благовестие, оказываются в большей степени, чем остальные переносчиками и распространителями благословений. Просто по справедливости общечеловеческой даже. Еще какие подтверждения этому месту? Да, пожалуйста. Римлян 11, 15. Уга! Это может быть одной из сильнейших во всей Библии. Место, которое не показывает четко, что же это будет. Просто ясно, по крайней мере ясно, что здесь говорится о том, что массовое возвращение евреев еще приведет к некоему невероятному духовному взрыву по всей земле среди всего человечества, для всего мира. И произойдет что-то такое, что прямо как воскрешение из мертвых. Можно разные оценки давать этому месту Писания, но с моей точки зрения очевидно, что в первую очередь здесь говорится о Церкви, что возвращение евреев приведет к небывалому пробуждению в Церкви Божьей. И Церковь Божия на самом деле не по названию, массово станет Божией. И распространится широко именно как живая воскресшая из мертвых ликующая победоносная Церковь. Это еще кое подтверждение. Запрочтите пожалуйста. Если то и целое, если то и бедное. Хорошо. можно еще предыдущие стихи. Перед этим предыдущие. Хорошо. Так, понятно, здесь есть ряд подтверждений. В 11 говорят ряд подтверждений. И кроме того, мы читали вчера подтверждение Изосаи. Можем прочесть еще Изосаи других пророк. Хорошо. Хорошо, понятно. Еще какие места Писания связывают судьбу евреев, вернее, судьбу народа судьбой евреев? И в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами и потекут к ней все народы и пойдут многие народы и скажут придите вас в Зайдем на гору Господню в Дом Бога Якова и научит он нас своим путям и будет ходить по стезям его ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Это одно из величайших пророчеств которые начали исполняться в Новом Завете на него напрямую есть ссылки в Новом Завете но друзья еще раз говорю есть такие пророчества Писания которые начали исполняться и потом были как бы прерваны в своем исполнении приостановлены их исполнение было как бы законсервировано даже на многие века и мы с вами живем в то время когда Бог размораживает эти пророчества и снова продолжается их исполнение снова продолжается их исполнение это одно из них гора Дома Господня поднята во главу будет поднята во главу всех гор это отчасти произошло около двух тысяч лет тому назад и уже Слово Божье вышло из Иерусалима и Тора Божья стала распространяться оттуда она стала распространяться как обновленная Тора Нового Завета но включая в себя и написанную первоначально вот но потом потом гора Дома Господня стала ниже всех гор но это не план Божий это не план Божий и Бог предупреждал что в конце времен опять гора Дома Господня опять Иерусалим опять Израиль будет подниматься и начнет сиять среди народа и уже не будет восприниматься как темное пятно но наоборот как светильник вечной славы и народы как мы читали в других пророчествах Исаии потекут к этому свету потекут к этой славе и будут народы будут призывать друг друга пойдем и научимся слышите да народы не просто некоторые люди а народы будут учиться у Израиля Божьего как это было 2000 лет тому назад но только на более высоком уровне в большей мере народы будут учиться и Израиль уже не будет превозноситься над народами потому что это будет мессианский остаток который будет понимать что он никак не выше других потому что он будет понимать свое особенное предназначение в любви еще ко всем и это особенное предназначение не будет питать его гордость но даже смирение и как бы не возвышал его господь по милости его по мере того как господь будет его возвышать мессианский Израиль будет смиряться в своих глазах и служить спасению народа еще какие-то есть херемея 33 быстро прочитать и будет для меня Иерусалим радостным именем похловой и честью пред всеми народами земли которые услышат о всех благах какие я сделаю ему и изумятся и застрепещут от всех благодеяний и всего благодетствия которое я доставлю ему а там сравнение дальше есть дальше так говорит господь на этом месте о котором вы говорите оно пусто без людей и без скота в городах иудейских и на улицах Иерусалима которые пусты без людей без жителей без скота опять будет слышен голос радости и голос веселья то есть речь идет о том что опустошенная земля опустошенный Иерусалим оскверненный город оскверненная земля так как они были поражения и проклятия станут примером победы и благословения для всех народов земли и люди будут видеть что Бог вернулся в свой народ как об этом говорится у пророков они просто будут говорить что вот Бог возвращается к своему наследию и затрепещут сердца народа от тех чудесных благословений которыми явно перед лицом всех Бог благословит свой остаток еще хорошо прочитаю спасенные народы будут ходить во свете его и зарезенные принесут в него славу и честь это это о чем иерусалим так чуть чуть раньше прочитай и город не умеет нужды не в солнце не в луне для освящения своего ибо слава слава божия освятила его небесно небесно вот я поэтому это то местописание на основе которого было построено все все что я говорил здесь три года назад вот это место из Амос и до которого я может быть чуть-чуть только доберусь сегодня а вы уже дальше будете сами разбираться но я тут уже думал что скоро мы закончим книгу на тему МОСа 9 11 и так далее вот думаю что будет интересно хорошо еще да 2 12 и 10 что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского чуждо заветного обетования не имели надежды и были безбожниками а теперь во Христе если бы больше не только далеко стали близки крови страна да да то есть Бог показывает что спасение язычников произошло через присоединение к Божьему Израилу не каким-то отдельным путем только через присоединение к Божьему Израилу хорошо ну мы на этом приостановим вот я очень рад большое вам спасибо я думаю вы еще нашли и мы с вами вернемся в третью главу Деяния апостолов скажу мы многое разобрали из того из того что здесь говорили о мессианской теологии просто многое то что я говорил я говорил я не говорил вот это пункт 8а мессианской теологии а вот это раздел Б при введении мессианской теологии я этого не говорил но оно все относилось я очень рассчитывал и рассчитываю на то что то вы будете просматривать, вы будете в этом разбираться, и вы будете определять для себя. Одна из моих целей – не дать вам законченное, оформленное выражение, хотя бы даже каркас мессианской теологии, потому что эта теология только формируется, эта теология строится в наше время. И мы с вами участники созидания этого божьего еврейского богословствования. Я именно говорю богословствование, потому что богословствование – это процесс, это то, что происходит, развивается и растет. И богословие может иметь вид, само слово обычно понимается, как законченная система догматов, доктрин, распределенных по полочкам и жестко увязанных друг с другом. А я как раз и хотел показать, что еврейская мессианская теология не такова, не такова, не такова. И многое в иудейской ортодоксальной теологии – это заимствование из христианской традиционной теологии, когда раввины пришли к выводу, что успехи христианской церкви в многом связаны с тем, что христианская церковь использовала эллинистический дискурсивный аппарат, я бы, можно сказать так, понятийный аппарат, что христианская традиционная теология использовала эллинистический, западноевропейский, логический, методологический, философский аппарат для того, чтобы построить стройную систему мировоззрения. И раввины тышком-нышком начали заимствовать эти методы. Например, 13 принципов маймонида – это уже типично западный образ мышления, типичное распределение по пунктам. Это уже то, что за века до этого освоила церковная теология. И, например, вообще труд маймонида. Море не бухим. Не надо бухать. Хава не ранен, а Море не бухим. Как мне катается, путеводитель колеблющихся. Это книга, которая систематизирует богословие тогдашнего иудаизма. Но многие раввины, многие вообще мудрецы иудаизма были не готовы к такому. И поэтому многие отвергли. Но нынешний иудаизм все это принял. В этом есть полезные моменты, полезные вещи. Но это, эти вещи внесены, этот багаж внесен извне. Можно использовать этот багаж, но понимать так, что это не еврейский, библейский багаж. Я показываю еще, что, друзья мои, это западное абстрактное мышление, оно проникло не только в христианство и сформировало нынешнее христианство, но оно впоследствии проникло и в иудаизм. И в значительной мере трансформировало мышление раввинов и вслед за ними иудеев, рядовых верующих. И еще один момент. Взаимное обогащение христианства и иудаизма, обогащение, с моей точки зрения, в кавычках, происходило и в других отношениях. Помните, я говорю слово спекулятивно. Это чисто теоретически не имеющее отношения к практике. Особенно не основывающиеся ни на каком опыте. И вот такие размышления спекулятивные, они стали на какой-то период, на века самодавлеющими, не только в главных христианских школах богословствования, но и в иудейских школах богословствованиях. Люди писали целые тома, дискутировали, собирали целые съезды, соборы, для того, чтобы обсудить какие-то выеденного яйца, не стоящие проблемы, проблемы, не имевшие реального отношения к жизни верующих. И более того, настоящими богословами считались те, настоящими учеными богословия считались те, которые как раз были оторваны от действительности и полностью погружены в это теоретическое спекулятивное умствование. Это века продолжалось в церкви, получило название «сколастики», слово «скола», понятно. Но на самом деле это вошло и в иудеи. Но если в церкви это уже практически полностью ушло в прошлое, и в современном церковном богословии это не приветствуется ни где, ни в какой конфессии, то во многом в иудаизме это еще остается. Ярчайший пример этого, так называемый пил-пул, это, я бы сказал так, это интеллектуальная игра словами, абстрактными понятиями, формулировками и комбинациями букв из Священного Писания. Там, вы понимаете, там просто закручение было таким, что, ну, чисто еврейская тема была, ну, которой в церкви не было, это была гематрия. Это такая хитрая наука, построена на числовом значении букв еврейского алфавита. И это продолжается очень широко. Если пил-пул сильно ослабел с 19 века, он еще продолжается кое-где, но это уже не основное движение в иудаизме, то гематрия расцветает. И что еще характерно для иудаизма, это оккультное богословие. Я думаю, вы все понимаете, о чем я в первую очередь говорю. Это каббалистика. Это каббалистика, это оккультное богословие. Это гностическое и в своем практическом применении оккультное богословие. На самом деле, это стало развиваться не так давно. Книга Зогар, это Тора каббалистов, была издана в 16 веке. Насколько я помню. В 16 веке. 1500 каком-то. Но, когда ее издали, претендовали на то, что она была впервые написана во втором веке. Ну, на самом деле, это просто, знаете, как псевдоэпиграфы. То есть, те книги, которые писались для предания им авторитета, выдавались за книги великих авторов прошлого. Поэтому эту книгу пытались приписать одному из светочей Талмуда. Но, написал ее Искак Лурия в 16 веке. Сейчас, натурально, многие иудейские авторитеты считают эту книгу частью Тора. Ссылаются на нее, как на такую же авторитетную книгу, как на Тору и на Талму. Вы должны понимать, что, когда Вы встретите в иудейской литературе слово Тора, это совершенно не обязательно будет значить Пятикнижие Моисея. Это может значить Пятикнижие Моисея. Это может значить Пятикнижие плюс Талмуд. Это может значить Пятикнижие плюс Талмуд плюс Зогар. Это может значить Пятикнижие плюс Талмуд плюс загар, плюс различные нормативные книги, выдающиеся раввинов, в которых они верят, как в маму и папу. Или что-то из этого. То есть, иногда говорят, письменная Тора, пикусная Тора, но у меня есть книги, где просто Тора употребляется для обозначения всех этих книг. И иногда даже Торой обозначается только Толмуд. Торой обозначается только Загар. То есть, вот цитируется Загар и говорит, как написано в нашей Торе, цитаты из Загара. И все, и там больше нет цитат из пяти книжек или даже из Толмуда. А иногда, это я просто читал, у меня есть это литература. Говорится, цитата из Торы, а цитируется какой-то цадик вообще. Цитируется какой-то выдающийся раввин средневековья. Даже такой. То есть, очень вот такое вот плавающее понимание. Как вы понимаете, когда такое происходит, то авторитет Писания размыт. На самом деле, те, кто говорит, мы верны Торе, они даже не верны в буквальном смысле слова. Они говорят, народы мира назвали себя Израилем, раввины говорят. И тем самым там согрешили против Божьего замысла в определенной мере. Это правда. В определенной мере народы мира в исторической церкви, в лице исторической церкви, назвали себя Израилем вместо Израиля. Грех ли это? Грех. Пресловутое богословие замещения и прочее, и прочее, и прочее. Но что делают раввины? Они называют Торой то, что не есть Тора. Вы понимаете, дорогие? И широко это очень распространено. Это подмена. Вот. Хорошо. Нам надо это осознавать. И мы должны понять, дорогие, что мессианский иудаизм – это восстановление Слова Божьего, как первоосновой всего – это избавление от игры словами, игры теориями, игры философскими спекуляциями. Это возвращение к тому, чтобы Слово Божье прежде всего было сутью нашей практической веры и определяло все области нашей жизни. Только не в законическом ритуальном плане, а по духу. Продолжение следует... Продолжение следует...